Задорный русский народный и разудалый копак по-моисеевски. В минувшие выходные секреты школы танца великого мастера Игоря Моисеева Костромским танцором раскрывала солистка легендарного ансамбля Гюзеля Апанаева. Народная артистка России впервые посетила хореографическое училище Губернская балетная школа при национальном балете Кострома, где в течение двух дней провела мастер-классы по классическому и народному танцам. За уроками мастерства наблюдала и наша съемочная группа. Полтора часа классики, полтора часа народного танца. Однако танцоры не замечают, как проходит время. Секреты легендарной моисеевской школы им раскрывает одна из любимых учениц Игоря Моисеева. В 70-х годах Гюзеля Апанаева была ведущей солисткой легендарного ансамбля народного танца. В ее репертуар входили более 30 сольных номеров. Сегодня, после смерти великого маэстро, именно она руководит школой при академическом ансамбле народного танца. Плие и батмана у станка, затем дроби и вращения на середине. Гюзеля Апанаева представляет одну из лучших программ Игоря Моисеева. Дорога к танцу – так называется первый класс концерт великого мастера, поставленный еще в 1960 году. С ним он покорил весь мир. В школе-студии при государственном академическом ансамбле эту программу исполняют до сих пор. Дорога к танцу начинается с того, что стоят на сцене станки, потом выходят танцовщики в репетиционной форме, в черных купальниках, в черных юбочках. И начинается с реверанса, начинается экзерсист станок, то есть то, чем каждый день занимается танцовщик. Гюзеля Апанаева исполняет Моисеевскую веревочку, обязательно высокую и выворотную. Как рассказывают последователи, Игорь Моисеева – это один из ведущих элементов народного танца. Я восхищенна вообще. Столько всего нового, интересного. И, ну, самое главное, такие секреты, которые передавал Игорь Александрович. И теперь нам из первых рук их. Конечно, сама вот эта энергетика, которая, мне кажется, весь класс пропитался этим. 90 минут прошли на одном дыхании. Все поколения балета Кострома – артисты, педагоги, выпускники, студенты и учащиеся детской школы хореографии – благодарят мастера аплодисментами. Манеру исполнения и танцевальные традиции блестящего народного танца здесь будут передавать уже костромские мастера. 29 мая в Губернской балетной школе состоится конкурсный отбор учащихся шестых-седьмых классов на первый курс училища. Лариса Улютина, Борис Каменский, телекомпания «Лугос». Ларис Каменский, телекомпания «Э門ical»